Доброго денечка всем! У меня сегодня пришло целых 6 посылочек с одного китайского замечательного магазинчика, где я уже какие-то заказывала вещи и заказала еще, потому что близится Новый год, нужны какие-то подарки и нужно себе тоже, конечно, что-то купить. И хочу поделиться, потому что на самом деле и качество товара, и сами вещи мне понравились. И начну вот с этого шарфика. Сейчас его размотаю, потому что он очень большой. Он 190 см, хлопок, очень тонкий, красивый цвет такой. Ну, как вы видите, очень точно передается, как темно-голубой или светло-синий. И на конце него вот такая кружевная такая вставка, немножко ретро, немножко винтажный. То есть можно... Не знаю, как его вам полностью показать, потому что шарф на самом деле просто замечательный. Он так хорошо ложится. То есть его можно использовать и как нарядный вариант, и как что-то на джинсы, какие-то другие вещи, рубашки... Сложно показать, на самом деле, но вещь прекрасная. Оставлю ссылочки на все товары, вы сможете там посмотреть на рисунке, как это все выглядит. Вот такая вот ретро, как мне нравится. Ретро, что-то винтажное, что-то такое несовременное, потому что современное я не люблю. Из вещей, которые я никогда в жизни не заказывала, но они мне были интересны, разные приспособления, которые что-то делают с нашей жизнью красивое. Это вот такая вот птичка. Даже не знаю, как вам ее показать. Стеклянная птичка. Это не просто птичка. Вы не думаете, что это просто птичка? Это птичка-предсказатель погоды. Внутри есть какой-то состав химический, которые... И такие, как кристаллы, которые, может быть, вы сейчас не видите, я попробую поближе показать. Кристаллы, которые в зависимости от, очевидно, или, может быть, давления, или чего-то такого, влажности, ну, вряд ли здесь внутри птички влажность сможет как-то меняться. Скорее, какой-то перепад от давления. Эти кристаллы начинают меняться, они становятся другие, они занимают разные местоположения, разные в птичке. Я вам сейчас приложу такую схему-таблицу, чтобы понять, мне самой надо понять, как же это все будет выглядеть на самом деле, когда погода начнет меняться. Трудно сказать, на самом деле это работает или не работает, но, во всяком случае, как подарок, это очень такая забавная вещица. Вот такая вот красивая птичка. И сейчас, вот можете посмотреть, я вам вставлю эту схемку, и вы можете поизучать, что же там будет меняться в результате, если погода тоже будет меняться. Продолжаем полезными вещами разными. Полезная вещь, которую давно хотела, потому что у меня все это было раскидано по разным баночкам, разным шуфлядочкам везде. Это такой органайзер для всяких косметических принадлежностей. Вещь вообще просто необычайно нужная, на мой взгляд, когда у вас не килограммы косметики. Вот здесь поместилось все то, чем я, в общем-то, и пользуюсь. Несколько кистей, тональники, тушь, карандашики, помады и лаки. Их у меня немного. У меня всего 5 штук лаков для ногтей. Иногда я ими пользуюсь. А внизу тоже можно здесь либо ватные тампончики. Так, сейчас. Немножко тяжело на руках держать и показывать. Вот так у меня там не ватные тампончики, у меня что-то другое. Во всяком случае, вещь необычайно удобная. Было разных расцветок. Я хотела вот такую, какую-то нейтральную выбрать. Но можно было и что-нибудь гламурненько-розовенькое. Выбрать, например. И теперь у меня все собрано в одном месте. Я могу это переносить туда, где это мне удобно. Ближе к окну, ближе к свету или ближе к зеркалу. В общем, такая вот замечательная вещица, которая, мне кажется, реально нужна каждой девушке. Чтобы все это было у вас красиво на месте и чтобы можно было удобно этим пользоваться. Вот это была у меня практичная покупочка. Следующая покупочка у меня опять же практичная, но уже совсем другого рода. Это уже такая кухонная покупочка. Небольшая. Это мелочь, казалось бы. Но именно мелочи делают нашу жизнь либо более удобной, либо менее удобной. Поэтому идемте на кухню. Я вам покажу, что же там у меня на кухне теперь есть. И вот мы на кухне. Моя старая раковина, мой кран. И, наконец-то, есть приспособление, которое позволит мне не мучиться. И вот эти всякие резиновые губочки, которые я раньше вешала как-то вот так вот, или где-то так ложила. Мне это все раздражало. Теперь вот есть такая удобная штучка. У нее внизу дырочки, поэтому лишняя вода будет стекать. Сюда можно вот эти губочки, тряпочки, все, что хочешь. Вот такая вот довольно неплохая штучка, которая закрепляется на любой кран. Можно хоть где-нибудь, это самое, в ванной что-то придумать. Можно на кухне. Но, в общем, эта вещь мне понравилась. Она такая веселенького зеленого цвета. Я раньше заказывала вот тоже зелененькую. Там, видите, где стоят всякие вот здесь приборчики. И теперь под этот цвет взяла. И, в общем, довольно очень как-то сразу стало все выглядеть намного аккуратнее. И еще одна вещь, которая вот, ну, типичная такая, на мой взгляд, новогодняя, подарочная, потрясающая. Просто от нее в восторге. Хотя еще не ночь. Вся ее красота проявится именно ночью. Это вот такой прибор, который называется Аврора Мастер. Вот вы видите, какой должен быть эффект. Тут можно валяться на кровати с семь семейством и смотреть, как на потолке будут медленно двигаться, перемещаться. Вот эти красивые разноцветные волны, огни или что-то в этом роде. Он является одновременно проигрывающим устройством, но не таким самодостаточным. Здесь нужно через что-то запускать. Или через MP3-плеер, или через компьютер, или через телефон. Но, тем не менее, можно подключить. Здесь все предусмотрено. И вы сможете одновременно еще проигрывать музыку. Это, мне кажется, ну, вообще что-то уникальное. Все провода, все шнуры. Сейчас он у меня работает от сети, но предусмотрено, что он может работать от батареек. И давайте как-то, ну, хоть как-то попробую я вам показать, что там происходит, какие волшебные вещи. Там вот такие светодиодики, которые отражаются. На потолке вы сейчас ничего не увидите, потому что еще день. И давайте я вам тогда направлю хотя бы вот сюда, на этот шкафчик. И мы попробуем посмотреть, как тут все будет меняться, потому что при нажатии здесь все меняется, здесь цвета меняются. И можно видеть, как все вообще происходит. Здесь что-то будет такое красное. Самое красивое то, что они движутся. Именно создают эффект каких-то волн, чего-то такого. Есть мигающий режим, но это для таких, у кого хочется дискотеки, и может быть более веселой музыки. А если музыка релакс, то должно быть что-то вот такое медленно плавающее, передвигающееся. Я просто жду не дождусь вечера, посмотреть, как все это будет волшебно красиво. Я уверена, что именно так оно и будет. Очень много режимов, много цветов. Можно такие одноцветные выставлять волны, можно разноцветные. Вот такая это вообще невероятная, конечно, вещь. Потрясающе совершенно. Я вообще обожаю всякие светоэффекты, различные такие вот плавающие, режимы релакс, потому что иногда жизнь настолько бывает, не то чтобы утомительная, она вот какая-то, на самом деле, трепет тебе нервы бесконечно. И если есть что-то, что может тебя из этого состояния слегка вывести и позволить насладиться какими-то моментами вот покоя, то, конечно, упускать это нельзя. Итак, заключительное слово. Вещи просто отличные, мне очень понравились, мне понравилось все, что я выбрала, что говорит о том, что либо я умею выбирать, либо мне просто повезло. Но, во всяком случае, повезти может и вам. Я оставляю вам и ссылку на сам магазин, где можно покопаться, там много всего интересного и ссылку на те товары, которые я вам сейчас показала. И дерзайте, смотрите, выбирайте, радуйте себя, своих близких, тем более, что действительно впереди Новый год и хочется же чем-то, так сказать, своих близких удивить. По-моему, здесь как раз есть такие вещи, которыми можно удивить. Всего хорошего, пока, до следующих посылочек. Отнесла все-таки в прихожую, тут немножко потемнее, потому что так хотелось показать вам все-таки, как это на потолке выглядит. Вот такая это волшебная штучка.